Феномен, который претендует на совершенно другое понимание генетики, на квантовое и лингвистическое понимание генетики, чего раньше не было, хотя было предсказано. Поэтому научное общество щетинилось. Мы и статью опубликовали по этому поводу. Когда нас пригласили в Торонто, когда мы получили первые результаты по регенерации поджелудочной железы, мы их получили в 2000 году совместно с Институтом биофизики Пущинским. У нас крысы, у которых вызвали искусственный диабет, так называемый алоксановый диабет. Есть такое вещество алоксан. Если его ввести, то оно убивает бета-клетки поджелудочной железы, которые отвечают за производство инсулина. Мы сделали таких алоксановых крыс, давно известно, старый хороший проверенный метод. Если вы хотите получить диабет первого типа, значит, надо разрушить бета-клетки. А это делает инсулин. Ой, это алоксан. И что? Получили прекрасные результаты, но на малом количестве животных. Этот материал был подан в прессе, очень кратенько, в газете. Там просто заметка, что в Институте проблем управления Российской академии наук впервые квантовым путем вызвали регенерацию поджелудочной железы у животных, двух крыс. Эта информация дошла до некоторых лиц, занимающих хорошее финансовое положение в Торонто. И нас пригласили в Торонто. Мы туда прилетели и повторили эти эксперименты уже на огромном количестве крыс. Совершенно достоверно. Потом гистологию сделали. Там видно, что новая поджелудочная железа возникла. Это называется регенерация ДНОВО. То есть прямо в организме крысы, или как в случае зубов, прямо в организме человека регенерирует тот или иной орган. Зуб, например, или поджелудочная железа. Но поджелудочная железа, значит, только на крысах мы это попробовали. И это в Канаде, значит, восприняли. Доложили это все в Нью-Йорке. Передали в Соединенные Штаты. И нас, так сказать, временно отправили сюда, в Москву. Что мы вас вызовем. А пока, значит, поезжайте. Ну, это был обман. Значит, просто-напросто забрали ноу-хау. И, так сказать, с нами расстались. Ну, бог с ними. Мы свои цели достигли. Мы убедили самих себя, что мы правы. И что можем работать в этом направлении. Опубликовали в хорошем журнале, в нашем журнале. Называется «Бюллетень экспериментальной биологии медицины» в 2007 году. Статья вызвала бешеную реакцию со стороны. В интернете появилось, что это бред и так далее, и так далее. Ну, то есть мы же фактически являемся как бы конкурентами в этом смысле, да? Официальной медицине. А она этого делать не умеет. Она не умеет регенерировать зубы. Она не умеет регенерировать поджелудочные железы. Поэтому вызвала, так сказать, вот такую негативную реакцию. Ну, мы это отлично понимаем. И, так сказать, довольно спокойно к этому отнеслись. Продолжаем работать дальше. Я сделал следующее. Я сделал спектры, снял с талантливых или сильных людей. И с фотографии. И микшировал эти спектры со спектром человека, который хотел улучшить, так сказать, свои какие-то характеристики. В том числе и умственные, да? Например, я использовал спектр фотографий с Тесла. Никола Тесла. И, значит, один товарищ с Украины, с очень забавной фамилией Монета. Значит, он очень страдал. Там что-то у него какие-то были проблемы и так далее. Я говорю, ну, вот давай, хочешь, я тебе сделаю такое? Ну, говорю, это делаем пока так. Звук своего личного разрешения. Мы это не практикуем, не делаем. И, значит, дали. И в течение нескольких месяцев он эти звуки слушал. Звуки на безопасных частотах. Вот звуки мы используем. Это не ультразвук, не инфразвук. А частоты, вот такой человеческой речи, как я с вами разговариваю. Вот он в течение нескольких месяцев слушал. И потом он меня замучил идеями. Вот Тесла-то был гениальный совершенно ученый. И вот эта монета мне названивала, что у него вот эта вот идея. Давайте вот это делать. Давайте вот это. Он с хлорелой там работал. И с хлорелой можно выделять биологически активные вещества. И так далее. Он говорит, о, вот мы усилим, ускорим. А можно не только хлорел, а можно другие использовать и так далее. Замучил меня звонками. То есть стал еще более талантливым. Он был, так сказать, достаточно такой развитый товарищ. А тут у него просто энергия. Еще с одним человеком мы попробовали то же самое. И у него тоже эти способности возрастили. И он с нами работает сейчас до сих пор. И мы благодарны ему за те идеи, которые он высказывает. И, значит, вот два случая. На большее мы не решились. Потому что мало ли что. Потому что ты используешь фотографию. Во-первых, ты должен получить разрешение. Но Тесла уже покойный. Поэтому спрашивать разрешение не надо. А с этим парнишкой, значит, мы, кроме Тесла, мы еще использовали информацию, взятую с известного такого сильного товарища. С великолепным здоровьем. Но мы это сделали без разрешения. Что неэтично. Но эффект был очень мощный. Кроме того, что у него усилились мозговые способности его. Намного. Он еще и приобрел дополнительное здоровье. То есть у него что-то там было с позвоночником. Что-то, какие-то боли. Тут у него все это прошло. Так что вот два прецедента мы создали. И все. И все закрыли эту тему. Потому что надо это все согласовывать с научной общественностью. Можно все, что угодно делать. Я вам общую формулу скажу. Тот, кто владеет и управляет квантовыми генами, управляет биосистемами полностью. Как, прямо как Господь Бог. Но, значит, надо как раз быть тут аккуратным. Потому что нам никто не дал такое право. Мы используем уже информацию, которая есть. Мы ее просто используем. Уже готовую информацию. Не берем на себя функции. Значит, демиорга. Создатель. Да. Но вот тут, кстати говоря, очень такой важный момент. Связанный с теорией генетического кодирования. А она не развита. И обратился к модели, классической модели, принятой. Нобелевской модели генетического кода Ниренберга-Крика. Вот они оба создали эту модель. Повторяю, Ниренберг получил Нобелевскую премию в 68-м году. А модель содержала грубую ошибку. Вот я ее буду сейчас феррантом, значит, думаю, да что ж такое. Ну, явная такая ошибка, да, которая противоречит модели. А там есть такое положение, что генетический код однозначен для того, чтобы использовать аминокислоту и включить ее в состав белков. А генетический код кодирует белки. То вы должны точно знать, что вот это маленькое короткое слово, состоящее из трех букв, она кодирует именно вот эту аминокислоту. И все. Ничего другого. А тут они экспериментально получили, что у них вот такое коротенькое слово в одном случае, но они использовали один случай, на другие случаи они не обратили внимания. Кодирует одновременно две разных аминокислоты. Две разных аминокислоты. Ну, например, как вот слово коса, да? Какая коса? Девичья коса. Или это коса, вот, речная коса, скажем, да? Коса или коса, который косит. Вот это амонимно. Когда единичное кодирует многое. Вот это в генетическом коде, который является текстовой структурой в реальном смысле, не в метафорическом смысле. Значит, они обнаружили экспериментально. И, значит, не сделали ничего логичного. А просто сказали, что молекулярная природа этого феномена, когда один и тот же кодон кодирует две разных аминокислоты, вот эта молекулярная природа им непонятно. Но это противоречило постулату об однозначности кодирования. Значит, модель неверна. Такого быть не должно. Значит, это я как аспирант, значит, понял. И разговаривал с нашими профессорами, от меня шарахались они. Сейчас смешно вспоминать. Ну, куда ты лезешь, что же, Нобелевские премии. Две Нобелевские премии. А ты тут с какой-то глупостью. Я говорю, ну как же, ну, видишь, вот таблица кода. Вот, понимаете, получается так, что вот один кодон кодирует две разных аминокислоты. А таких кодонов 32 из 64. Вот 32 точно кодируют, а 32 нет. По две аминокислоты сразу же. Вот. Так вот вопрос. На самом деле просто. Когда вы видите фразу, что я увидел девушку с замечательной золотистой косой. Вы понимаете, что речь идет о косе. Вот этой девичьей косе. Или другое предложение. Я увидел косаря, у которого была железная, хорошо отточенная коса, и он косил траву. Понятно, что это другая коса. Понимаете? Вот амонимы. Это человеческая речь, она особенно русская. Она богата амонимом. Потому что можно очень много смысла вкладывать в разные слова. Это позволяет экономить, так сказать, мышление, сознание. И рассказывать о гораздо большем, чем можно было бы, если бы амонимов не было. Вот это легло в основу того, что я говорю, нет, я-то думаю, разберусь с этим кодом. И с тех пор я существенно продвинулся в этом отношении. Опубликовал, значит, уже три монографии, четыре даже. Сейчас еще одна готовится. И статьи, статьи. Вот. Это, конечно, не воспринимается научной общественностью. Потому что я покусился на святое. Так сказать, на жену Цезаря. Которая вне подозрений. А она оказалась, так сказать, девушкой легкого поведения. Знаете, грубо говоря. Вот. Это, значит, не прощается научной общественностью. И поэтому человека стремится уничтожить, так сказать, морально. Если не физически, то морально. Поэтому появилось множество всяких, так сказать, оскорбительных вещей. В интернете, ну, я нисколько не жалуюсь. Это все естественно. Это постепенно поймут. И я вот в последних публикациях уже наказываю. Это еще больше и больше и больше. Вот особенно в последней сейчас готовится уже очередная статья. Где еще более детально я это все рассмотрел. Уже опубликовал парочку последних статей. Таких обобщающих. А сейчас еще. И я чувствую, что это бесконечно. Можно вообще генетический код. Он, конечно, не исчерпаем по своим возможностям. Я к чему теперь это веду? Собственно, что? Ну и что? Ну, доказал я. Да, допустим. Пока чисто теоретически. Хотя основываясь на экспериментах. Тех же Нейринберг и Крико, которые еще в начале 60-х годов увидели вот эту неоднозначность. А, значит, что это дает? Ну, доказал. Да, ну аммоним. Ну, что дальше? А дело в том, в чем. Значит, для того, чтобы генетический код работал, так как я вот сказал, а он именно так работает, значит, генетический код, точнее, генетический аппарат должен соображать. Ведь когда вы читаете слово «коса» и понимаете, что это идет «коса», а речь идет о девичьей косе, то вы целое предложение читаете, да? И тогда понятно. Это, значит, контекст, вы знаете, смысл предложения. То же самое происходит в генетическом аппарате. Он должен понимать смыслы генетических текстов. Так, наверное, информационный РНК, на который синтезируются белки, это тексты, это фразы, это тексты. И если он соображает, то это совершенно другая генетика. Это не физика-химия, как считалось раньше. Это соображающая структура. Наш генетический аппарат соображает. Но соображает он на определенном уровне, на маленьком, низком уровне. Потому что способность соображать интеллект генетического аппарата и наш интеллект мозговой – это две большие разницы. Это называется фрактальность. У меня есть статья «фрактальность интеллекта». То есть интеллект на разных уровнях имеет разную размерность. Размерность – значит способность. И вы можете, например, написать огромный роман «Война и мир», а можно сказать короткую фразу, аннотацию, например, на «Войне и мире» – это будет сжатие смысла. То есть текстом свойственно, что высшая форма сжатия смыслов – это формулы математические. Е равно МЦ квадрат. Короткая, короткая – это такая запись. Текстовая фактически. Потому что математика – это текст. Только точный текст. И там свернута огромная информация в этой формуле. И вся математика такая. То есть наше мышление фрактально. Можно говорить, и тебя не поймут. Много говорить. А можно сказать короткую фразу. Это будет очень хорошая свертка информации. Басня. Басня, да? Короткая, сжатая басня. Говорит о многом. Редактор субтитров А.Семкин